Еее, Call of Duty Modern Warfare 2 недоступна в России. Ну что ж, в таком случае... Мда. Хотя, смотря на Modern Warfare 2, у меня возникает лишь один вопрос. Зачем? Зачем она нужна, когда есть Modern Warfare 3? Вы вообще видели, какие там трейлеры? А как-то мои филево-башни падают. Ух, нихуя ж степи. Но нет, мы будем играть в переиздание старого говна 2009 года. На самом деле нет. Просто потому что... А почему, собственно? Да потому что это лучшая Call of Duty со времён Call of Duty Vanguard. И вам стоит с этим согласиться, потому что я не играл в Call of Duty Vanguard. Зато я играл в старые Modern Warfare пару часов, и в Black Ops 4 пару часов, и всё, в общем-то. Но я с лёгкостью могу пояснить вам за все Call of Duty. Значит, смотрите, здесь у нас четвёртая Modern Warfare, здесь у нас вторая... Вот вторая... Третья... И в итоге... Да, и в итоге Modern Warfare 2 у нас на пике. Моя имя Густаво, но ты можешь назвать меня Сас. Давайте честно, в MV19 были свои проблемы, но никто не отрицает того, что эта игра перевернула серию Call of Duty, причём в лучшую сторону. Да причём настолько, что у колды, наверное, сейчас самый лучший ганплей среди шутеров от первого лица. Всё это за счёт импакта оружия, который достигается правильной анимацией, звуками и тряской камеры. И всё это в совокупности создаёт эффект полного погружения, что стреляя с какого-нибудь дегла, у тебя мышка реально начинает ебашить по плечу от отдачи. Сука, больно, блять. Я таки рад сообщить, что MV2 продолжает эти традиции. Но чтобы довести идеал до идеала, пришлось отполировать несколько механик, например, механики передвижения. Больше никакого слайд-кэнсела. Зато вместо него теперь Dolphin Dives, название запатентовано мной, поэтому можно называть... И мало того, что это просто прикольно ощущается, так механика дельфинчика ещё и является самым базированным способом дропшотить в видеоиграх. Типа вот так просто бежишь такой, да? Ох, лох! Случайно гранаты убил. Хотя дропшотинг я не одобряю, а вот местный паркур одобряю. Механики передвижения в этой игре сделаны замечательно и максимально бесшовно. Опять же, боец умеет тактически спринтить, нырять дельфинчиком, а также забираться на невысокие уступы. И, конечно, это же просто MV1 за исключением ныряния, но здесь всё это ощущается как-то слегка приятнее. Также механика вскарабкивания на высокие объекты имеет свою глубину. Залезая по лестнице или зацепившись за какой-нибудь уступ, можно достать одноручное оружие, типа пистолета, и стрелять с него. И это настолько кайфовое ощущение того, что ты больше не беззащитен, забираясь по лестнице. Деталь мелкая, но очень приятная, а также можно просто, например, взять и устроить соревнование по потягиваниям. Даже бомбан умеет потягиваться. О, блядь! Раз, два, три, пять, 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 семь, восемь. Да, главное, чтобы Синзу никто не пришёл. А, погодите, это я напишу, блядь, мы колягиваемся. А на декабре сидит, блядь, сама чё. Блядь, если человек приходит, они сразу моментально откисают, блядь. Похвалить, перезаряжаться надо будет спрыгивать. Блядь, зачем он пришёл, посмотри. Чего страшного? Можно вот так вот зацепить. А он с нами хочет, он с нами хочет, походу. А, да? А нет. Блядь, а хули я зарезал? Я понимаю, вот тебе за это обошелся, хигер. Пацаны, у нас сзади враг, назад, назад смотреть нельзя, ребята. А, блядь! А, блядь! Нет, подтягивайся, подтягивайся, блядь! В общем, на момент проведения закрытой и открытой беты, я озвучил вам все преимущества Call of Duty Modern Warfare 2, и готов заявить, что среди последних шутеров, она определённо пока что выглядит самой презентабельной. Но вот если серьёзно попытаться ответить на вопрос, а зачем, при условии, что существует первый Modern Warfare, то ответ можно сформулировать как, лишний не будет. Это всё та же старая добрая Modern Warfare 19-го года, к которой можно применить выражение more of the same. Никаких сверхинноваций по сравнению с первой частью в ней нету, такая же проблема с кемперами, как в первой части осталась, гораздо меньше поломанных респаунов, отполированный геймплей, и в целом это всё. А, ну и режим от третьего лица, ну это просто хуйня из-под залупа, если честно. За оформление предзаказа я в целом не жалею, потому что два дня для этой беты на самом деле было мало. Да и четыре на самом деле тоже. И даже несмотря на то, что мне казалось, что я уже наигрался, и хватит с меня вообще этой Call of Duty, через полчаса я такой, да не, хочется ещё на самом деле. Поэтому заканчиваю я видос, сегодня 26 сентября, 19.00 по московскому времени, и по идее бетка закроется через час. Ну пойду доиграю этот час в хули.